Это не Мамай прошел и даже не враги бомбили. Это коммунальные службы. Чинили инженерные сети. Только у СКК и Сахалинского водоканала за минувшую зиму было более 400 таких участков. Благоустройство оставили на весну, с приходом которой утрамбованная глина стала жидкой грязью. Нарушенное благоустройство обсудили на совещании в мэрии. Не огороженные ямы, грязи, но я хочу сказать, так не пойдет делать. Понимаете? Сергей Нацадин жестко раскритиковал ответственных за работы и пообещал, выволочкой дело не ограничится. В этом году у муниципалитета появился мощный инструмент давления на нерадивые компании. Несоблюдение правил благоустройства карается солидными штрафами. В том числе и конкретно ответственным должностным лицам. У вас зарплата какая? Не хватит. Вот я о чем говорю. А юридически сколько лиц? На первый раз от 15 до 50 тысяч, на повторное нарушение от 50 до 300. Вот будут вас акционеры держать на должности директора или заместителя, если вы будете платить такие штрафы регулярненько? Руководителям коммунальных компаний дали распоряжение предоставить точные графики восстановления благоустройства. Другой проблемный вопрос уже муниципальные подрядчики. Жилая застройка, установка опор освещения или строительство сквера. Порой эти работы дают неожиданные и неприятные побочные эффекты. Нарушение зеленой зоны, вынос грязи, повреждение тротуаров и проезжей части. С таким подрядчиком мы работать не будем. И все сделаем для того, чтобы имели и вы такие же проблемы, как мы имеем от жителей. Чтобы было понятно. Потому что в данном случае вы выполняете подрядные работы, зарабатываете деньги, а мы выслушиваем от жителей кучу негодований. Так вот мы с этим мириться не хотим, чтобы было понятно. Строители получили поручение исправить все недочеты за собственный счет в течение ближайших месяцев. Вопросы благоустройства на подобных совещаниях в мэрии планируют обсуждать и в дальнейшем дважды в месяц. Горожане могут сообщать обо всех проблемах благоустройства на сайте usah.rf. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова